Большой ремонт намечается и в саратовских дворах. Следить за качеством, а также контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, пока не начались осенние дожди, будут и журналисты. Наш телеканал продолжает реализацию проекта Дворнадзор. В рамках специальной рубрики мы ежедневно показываем состояние дворов до ремонта, а затем проследим, как их будут преображать. И сегодня наша съемочная группа отправилась в дворы домов по улице Пономарева и второму Кавказскому тупику. Одна улица – одна общая проблема. Жители нескольких домов по второму Кавказскому тупику прошли краткий курс выживания в условиях бездорожья. Автолюбители здесь не лихачат, боятся за машины. Пешеходы тоже не торопятся. Особенно зимой, когда дворы превращаются в сплошную полосу препятствий. Детские коляски нереально выкатить. Также и велосипеды. Дети падают, спотыкаются, бабушки падают. Зимой у нас вообще гололед ужаснейший. Здесь выйти из подъезда вообще нереально. У нас уже было две травмы в этом году. Эти несколько дворов вошли в большой проект ремонта, в рамках которого здесь уже начали устанавливать детскую площадку. И вовремя, говорят жители, в микрорайоне нет мест, куда можно пойти с ребенком. Площадок как можно больше, детей уже много. Площадок не хватает. Мы мучаемся, ходим. Где бы детей занять? Нечем занять детей. Во дворах этих двух домов по Пономарево тоже с нетерпением ждут ремонта. Игровая площадка здесь из места, где резвятся дети, давно превратилась в поляну, где взрослые жарят шашлык. А о нормальных парковках и ровной дороге к дому местные жители только мечтают. Машина, если проезжает, то она гремит вся. Плюс, сами видите, у нас машин помного достаточно. Парковочных мест нет. Каждый встает там, где хочет, залазит. То есть ни бордюров, ни ограждения. В условиях бездорожья жить им осталось недолго. Работы здесь начнутся в ближайшие дни. В этом году в Саратове отремонтируют 100 дворов. И настроение совсем по-другому. И все мы верим и надеемся, что сделают. Сделают. Причем на совесть пообещал Вячеслав Володин. Инициатор проекта «Наш двор». Главным условием реализации ставит качество проведенных работ. Здесь нельзя делать различия. Муниципальный двор, не муниципальный двор. Нам важно, чтобы один сделали, другой, третий. Но сделали качественно. Чтобы пять лет они простояли. А если начнут сыпаться, ну это что за качество работы. Следить за каждым потраченным рублем Вячеслав Володин попросил лично губернатора и главу городской администрации. Контролировать ход работ будут и журналисты телеканала «Саратов-24». Ежедневно в рубрике «Дежурный репортер. Двор. Надзор» мы рассказываем о том, каким был двор до ремонта. А каким он станет после, узнаем уже через несколько недель. Елена Петрова, Максим Пустовалов, «Саратов-24». Программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, рассчитана на три года. Работы будут вестись до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. «Саратов-24» будет следить за качеством проводимого ремонта. И чтобы выделенные деньги потратились исключительно на нужды дворов. Мы продолжаем проект «Двор. Надзор». Ежедневно к нам в редакцию поступают десятки писем и звонков. Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходима реконструкция, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.sobako.saratov24.tv, выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Двор. Надзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О дворах, которые особенно нуждаются в срочном ремонте, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей, чтобы эти придомовые территории попали в план реализации проекта «Наш двор» в ближайшее время.